добрый день мы вернулись из франции о барин из парижа приехал я не буду сейчас опять туда туда поедем и смотрите где мы находимся тараса григорович шевченко памятник тарасу григоровичу установлен в праге кстати в праге есть еще и памятник пушкину надо как мы с него съездить а вот честно тараса григорович я вообще не понимаю чего из него сделали культ мне он никогда не нравился я кумруто поплывай то вот я помню стихотворение заповедь а вообще его жизнь мне вот это он с риме узку лёша сестры сестры горы вам о том что сестры были его крепостными но он их не умудрился выкупить за всю жизнь хоть его самого и выкупили вот это мне всегда раздражал ладно увлеклись сразу григоровичем среди машины как на платье а мы сегодня с ладой вдвоем пришли к тарасу но не мы при не пришли к тарасу просто здесь мы сейчас находимся на праге 5 и на праге 5 и замок габриэл очи где мы работаем на праге 7 и сейчас мы хотим вам показать и рассказать очень красиво показать и рассказать и показать очень красивые места и рассказать они все погнали тарал смысл вечера вечеру descobочим я подану пуру ты знаешь стихотворение или горы это гур. acquiring Хоть одно? Без понятия. Как раз, знаешь, кто ехал? Я не знаю, что я ехал. Влада говорит, немедленно порекомендую вот это Анжелатое, вот это мороженое. Здесь магазин с мороженым. Ну я не люблю все эти модные, новомодные. Мне нравятся. Это просто итальянское качественное. А, итальянское качественное мороженое. Мы были когда-то в этом, во Флоренции, родина мороженого. И нам там нарекомендовали самое лучшее мороженое вообще в Италии. Самое лучшее мороженое в Риме. В Риме, во Флоренции. Самое лучшее мороженое во Флоренции. Пришли мы туда, заказали это мороженое. Ну я либо ничего не понимаю в мороженом, ну просто мороженое, ну сладкое, ну фруктовое какое-то оно там было. Мороженое и мороженое, а также это Анжелата. Ну мороженое, вот пломбир такой сливочный, из моего детства. Вот такого вкусного мороженого я не ела никогда больше. Все остальное, ну не знаю, мне нравится такое, что полно жирное было. Вот как в детстве. Может в детстве вкусовые рецепторы иначе работали, я не знаю. Но такого вкусного мороженого, как в детстве, я больше не ела. Все эти распиаренные современные мороженое. А еще мне очень понравилось эскимонопалочки в Москве. В шоколадной глазури. Когда были в последний раз в Москве в 2017 году, мы там покупали эскимонопалочки. Вот оно мне очень было похоже на тот пломбир из детства. Все это, не знаю. Нет, ну вот это место там, кстати, тоже очень, оно жирное мороженое. И там оно не настолько сладкое. Может быть. Я просто уже не верю мороженому этому всему. Базилик. Да, со вкусом базилика там есть. А поможем были в Америке и ели мороженое со вкусом сала. Не сала, а это корейки. Сланина по-чешски. Со вкусом корейки, да, в Америке. Бекона. Со вкусом бекона, вот. Я могла вспомнить, как правильно сказать. Со вкусом бекона. Это было в Америке. В Лос-Анджелесе. Смотрите, что только что произошло. Мы купили кока-колу. И открываем. Оно, открывай. Открывай. А оно открывается нормально. А не как в Евросоюзе. Потому что сейчас в Евросоюзе вся любая вода открывается так, что крышка, она остается возле бутылки. Ну, ой, мы на красный пошли. На радостях. В общем, на, подержи это бутылку. Короче, смотрим, крышка открывается по-человечески, нормально. А переворачиваем. А это из Украины кока-кола. Вы представляете? Они везут из Украины. Тут написано по-украински все. Смак. Там что-то такое. Что перевод есть. Да, ну хоть перевели на чешский, заклеили украинский текст. Из Украины завезли к нам кока-колу. В Чехию. Попробуй. А ну попробуй. Давай, родненькой. Я це люблю. И как? Я спела только что Макдональдс. А, ты Макдональдс, блин, я уже не помню. Ну как Кока-Кола? Ну, Слава Богу. Как Кока-Кола, как Кока-Кола. Как Кока-Кола, как Кока-Кола, как Кока-Кола. Я с тобой же сладкая. Вот храм. Если не ошибаюсь, называется Девы Марии Победоносный. Костел, да? И вот здесь находится вот такая вот езулатка. Кто не был, кто приезжает в Фрагу, сходите в это место и попросите у езулатка исполнить ваше желание. Вообще история езулатка, она очень интересная. В одном из своих роликов я рассказывала о том, что этому езулатку даже поклоняется Папа Римский. Приезжал, привозил ему дары. Видите, тут все в этом езулатку. Поклонялся ему, молился возле него. Это испанская статуэтка, которую привезли к нам в Чехию из Испании очень давно. В общем, там история длинная. У него очень много нарядов от королев, от королей. От президентов всяких. Его наряды ужасных денег стоят, очень дорогие. Его специально одевают специально обученные монашки. В общем, история этого езулатка достойна того, чтобы ее узнать. Я уже говорю, я не буду повторяться, я рассказывала историю езулатка. Но все, кто ходит по Карловому мосту и загадывает желание, обязательно тогда не пропустите и езулатка. Езулатка исполняет желание. И более того, вокруг этой куколки множество благодарностей написано от людей, которым он помог. Так что, будете в Праге, зайдите к езулатку. Нет, открыто я так смотрела. Вот мы пришли в одно место, которое хотели вам показать. Вот вход в это место. Называется это Вертбовская заграда. Или же Вертбовский парк, сад Садскери. Так, переходим дорогу в неположенном месте. Чтобы попасть в эту заграду. Ну, Влада, зачем ты заоткрыла нашу тайну? Влада говорит, мы туда идем впервые. А я хотела сказать, что я здесь уже миллион раз была. Этот сад абсолютно заслуженно считается одним из самых красивых садов Европы. Ему почти 300 лет. И он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. История сада восходит к первой половине 18 века. Тогда Вертбовским дворцом владел бурграф Ян Йозеф Вертба. Он-то и решил на месте виноградников разбить сад, от которого бы захватывало дух. Разумеется, такой сложный проект нельзя было доверить, кому попало. Поэтому обустройством сада занялся настоящий профессионал высочайшего уровня. Известный архитектор того времени Франтишек Канька. Итак, вход в этот парк плавный. Стоит он 130 чешских крон с одного человека. Ну, это где-то в районе 5 евро. Мы заплатили за двоих 260 крон. Вот. И это место стоит того, чтобы сюда прийти. Здесь не так уж много людей. Ну, много. Много. Учитывая, что это... Попробую еще найди это место. Вот. В основном иностранцы. На входе человек, который вам продаст билет, говорит на русском, украинском, чешском и английском. Очень милый, кстати. Вот. Место действительно великолепное. И сейчас здесь свадьба. Результатом его стараний стал великолепный сад, разделенный на три террасы. И дойдя до самой верхней точки, вы будете приятно вознаграждены. Ибо вашему взору откроется потрясающий вид на Прагу. Но, впрочем, пойдемте, и вы увидите это сами. И вы только представьте себе. На центральной террасе высажено более 12 тысяч саженцев самшита. А 10 тысяч фиалок четырех цветов было привезено из Италии. А Влада говорит, что вот это, я говорю, китайская свадьба. Влада говорит, нет, это корейская свадьба. Она их умеет определять. Нет, ну, вьетнамцев я тоже уже отличу от всех. О, смотрите, как красиво. У Влады подруга из Сеула, да она? Да. Она из Кореи. Но она здесь в Чехии живет. Влада, она подружка. Их можно определить по походке и по затылке. Ну да, но у них ужасный этот патриархат, очень сильный. Вот как он стоит, и волосы, как у корейцев тут. Но она какая-то не сильно худенькая для корейки. Мне кажется, они более худые. Нет, корейцы, кстати, не все, да. У всех пищей, не сложно, кажется, быть. Ну, корейская еда очень вкусная. И, кстати, в Чехии корейцев достаточно немало. Ну, вот Влада, она подружка. А как она здесь оказалась? В детстве приехала. Ну да, родители живут в Корее. И она тут у какой-то родственницы, у тети, так как у тоже. Да, у тети живут. Ну, сейчас с парнем живет, с чехом. Вот так. Вот только посмотрите, как здесь красиво. Я не удивляюсь, что корейцы здесь себе свадьбу делают. А, да, поэтому парню тоже вижу, что он кореец. А там, смотрите, там видно, что. Сейчас побри-бри-бри. Приближе. О, я уже потеряла. А, нет, я не жишков хотела, я хотела. А, вот Тынский собор. Тынский собор. И вот только представьте себе, что лунки для высадки рослых растений выдалбливались в твердом сланце, из которого состоит грунт сада отбойными молотками. А еще в сад было завезено около 140 квадратных метров качественной садовой земли и около 30 квадратных метров торфа. А помните, мы с вами на самом нижнем ярусе встретили вольер с птицами? Так вот, этих птиц предоставил и выбрал знаменитый пражский зоопарк. Он же и осуществляет уход за своими питомцами. А вот общая реконструкция сада стоила более 46 миллионов чешских крон и длилась ровно столько же, сколько и его строительство. То есть, пять лет. Все, ушли. Ушли. Мне очень понравилось. Очень рекомендую. Обязательно не пожалеете. 130 крон. Это не деньги. Тем более, крона сейчас... А, ладно, достань мне воду эту. Тем более, крона сейчас так падает. Мы не успеваем наблюдать за ее падением. Так что 130 крон скоро, наверное, вообще ничего не будет. Все, идем дальше. Кстати, забыла вам рассказать одну пражскую сплетню. Это не сплетня, но... Короче, пражские сплетни. Ну, все вы знаете об этих бабочках, которые находятся на торговом доме. Это же не торговый дом, это май. Это уже развлекательный центр май. Так вот, что было. В одной из передач, как перед тем, как эти бабочки... Где он тут станет? Перед тем, как этих бабочек туда усадить. Очень долго шли споры на тему, стоит ли вообще там устанавливать этих бабочек. И какие-то защитники архитектуры, защитница конкретно, пришла на передачу, и пришел Дэвид Черни на эту же передачу. Они там спорили, она ему доказывала, что эти бабочки будут ублюдцко там... Ну, она говорила это красивыми словами. Что это урод с тобой, что они просто будут уродовать вид города. Он доказывал свое. В общем, спорили. Ну, в культурном русле спорили. Потом прощаются со зрителями, выключается камера. Но камера не выключается. Они выходят из кадра, но не снимают с себя микрофоны. И тут эта женщина, которая все время очень культурно разговаривала. Такая защитница архитектуры пражской. Такая начинает на него громко орать. Идите в жопу! И тут же раздается его голос в ответ. Сама иди в жопу! В общем, общение на высшем уровне художника и защитницы какой-то архитектуры. Это было... Это все упало в прямой эфир. Я почему-то тоже посмотрела. Ну, смешно. Груза, как они сидели. Так умные, красивые слова подбирали. А в итоге потом послали друг друга в жопу. Ладно, идем дальше. Зашли в Старбакс на Малостранской. Очень красивое место. Ну, Старбакс вполне обычный, но площадь красивая. Зашли в Старбакс, чтобы Влада зарядила телефон. И что же съемки? Не выждешь? Нет. Не просто показывать город. Вот это желание. Вот это вот. Мы идем с Владой. И что мы обсуждаем? С такого количества туристов. Ну, сейчас мы просто ушли там с туристического места. Ну, нет, наверное, я не знаю. Вот ходят прям, ну как, толпы. Да, группы туристов. Идет впереди человек с зонтиком там или с какой-то... Палкой. И за ним идут послушные люди. И так много вот таких групп. Вообще, конечно, Прага, я думаю, все-таки... Одна из самых... Один из самых туристических маршрутов. Хотя я не знаю, если бы я сейчас хотела... Если бы я жила где-нибудь не в Праге. Если бы я сейчас хотела приехать в Прагу. Толпа людей. Духотище страшное. А моря здесь нет. Ну, я здесь нахожусь по понятным причинам. Вот. Но... Не знаю. Не, город очень красивый. Бесспорно. Да, а вот смотрите, блин, я не успела. Этот трамвай, он... Вагон метро. Вагон... Вагон... Вагон поезда из метро. И его переоборудовали в трамвай. Блин, я не успела его снять. Очень прикольно смотрится так. Чем-то, которые на моем метро есть... Да, старые, старые, да. Те старые, которые... Которые уже разобрали, да. Как еще от коммунистов. Коммунистические. Их уже нет, эти из них. Да, вон там дали вдали поехали. Это те, которые, кстати, до сих пор ездят в некоторых этих местах. В Москве, мне кажется, в Питере они есть. Ну, в Москве, да. Ну, я не знаю, если их еще не поменяли. Нет, на некоторых местах, мне кажется, когда я была последний раз, не были. Вернемся к экскурсии. К экскурсоводам. Сейчас экскурсовод, наверное, должен так уметь удивить. Что-то такое рассказывать и показывать. Потому что, ну, я не знаю, я приезжаю, я много путешествую. Куда бы я ни приезжала, я информацию найду. Ну, вот так, чтобы меня удивили, действительно. Я только тогда заплачу этому человеку за прогулку. Чтобы меня просто поразили. У нас здесь есть знакомая одна женщина в возрасте. Ну, не в возрасте, она выглядит как в возрасте. Ну, не суть, человек может выглядеть как угодно. Она экскурсовод. Она так считает. Она так считает. Не, ну, она получила лицензию экскурсовода. Она пишет с такими грамматическими ошибками. Просто стыдно. Примерно так и разговаривает. Она и разговаривает так же. А чешский, она, ну, ладно, чешский, она русских украинцев вводит там. Она, кажется, таки, она украинский, на украинском она начала писать. На украинском она начала писать после событий 24 февраля 22-го года. Она вдруг перешла на украинский. Вспомнила, что она из Украины. И, ну, что разговаривать она не умеет, а писать сейчас многие попереходили. Говорить не могут, но через гугл-переводчик она уж очень-очень-очень удобна. Вот. А русский у нее... Ну, ладно. Нет, это я о чем? О том, что, надеюсь... Люди, которые вот ходят с толпой, это толпы людей, которые ходят с этими экскурсоводами, действительно находят тех самых лучших. Потому что... Иначе мне жалко этих туристов, которым плохой экскурсовод может испортить представление о городе. Ладно, а мы пришли еще в одно очень интересное место. Вот оно здесь находится. И вот что здесь пишут. Что это Волштейнский сад, парк, в котором располагается парламент Чешской республики, Сенат. Вот сюда мы и идем. Еще это место называют королевством павлинов. Ну, людей здесь, конечно, поболее, чем там, где мы только что были. Один из прекраснейших садов в Праге – Вольтштейнский сад. Для строительства дворца и сада в 1623 году было снесено 7 садов, 22 дома, кирпичная фабрика и дворец Турчков. Над великолепным комплексом в свое время трудились лучшие архитекторы Италии. Сад был возведен по приказу одной из самых влиятельных и спорных личностей – легендарным генералиссимусом Альбертом Вольтштейном. А еще в Вольтштейнском саду очень много красивых статуй. Например, вот одна из них. Но даже вот здесь вам напишут, что все эти статуи – это копии. Копии оригинальных статуй, которые отсюда украли шведы. Почему я хочу остановиться на этом поподробнее? История такая. Я уйду из солнца, потому что вообще слепик не бешено просто. Так вот, в этом году, вроде бы в июне или в мае, мы с Владой были в Дрезденской картинной галерее, где мы снимали, я выложила видео и рассказала о том, как Советский Союз спас мировые шедевры. Сначала их спасли, когда они были спрятаны в Штольнях и могли просто там погибнуть. Потом их перевезли в Москву, там их восстанавливали. Потом люди, граждане Советского Союза, простились с этими шедеврами и их вернули в Германию, в Дрездену. И находятся такие умники, которые забыли о своем прошлом, а забыли о том, откуда они. Видимо, они почему-то решили, что их предки, они сами не родом из Советского Союза, и поэтому им гордиться своей историей незачем. Наверное, они все-таки все из Монако или из Швеции. Так вот, и начали мне писать комментарии о том, что все это московская пропаганда и вообще Советский Союз просто спер попросту все эти шедевры, а потом, испугавшись, вернул. Ну, когда читаю такое, ну ладно, вас там какая-то злость на что-то, но ведь нельзя плевать в свое прошлое. Советский Союз, это и мое прошлое, и даже тех, вот Влада и не родилась в Советском Союзе, но все-таки, я думаю, ты не стыдишься от того, что твои вредки из Советского Союза. И вообще, почему бы не гордиться вот таким поступком? Этот поступок не имеет аналогов. Постановили и вернули. И вот нужно было влезть и обосрать. Ну да ладно, так вот. Никто не хочет обосрать шведов. Вот они спи. Украли. Да, это было давно, но они украли эти статуи, которые здесь были. Могли бы вернуть. Уже сегодня бы могли. Уже могли, они же такие, это шведы, да. Эти шведы, они да, могли забрать себе эти копии, вернуть оригиналы в Чехию. Это же шведы, которые борются за права всех существ, которые там Грета Тумберг, Шмунберг. Верните, верните, блин, верните оригиналы. Нет, они у них стоят в Королевском дворце, украденные. И так, и так, разве только шведы, они такие? Ну, про Англию скромно промолчим. Где спрятана янтарная комната, по сей день никто не знает. Таких историй много. Но нужно каким-то вот таким вот, я не знаю, как все людей называть, обязательно на это закрыть глаза. Да я бы сама закрыла глаза. Ну, украли, украли. В общем, вот такая история. Оригинальные статуи украдены, находятся они в Швеции. Будете в шведском Королевском парке, передавайте им привет от чешских копий и от людей, которые считают, что Советский Союз обязан был вернуть немцам побежденным шедевры. Все, гуляем дальше по парку. Сад окружен дворцовыми зданиями и манежем. Он строго геометричен и разбит в стиле раннего французского барокко. Украшением сада служит богато расписанная лоджия, большой квадратный пруд с золотыми рыбками и искусственная сталактитовая стена. А вот прекрасные скульптуры, выполненные придворным скульптором императора Рудольфа II Адрианом Деврисом, к сожалению, представлены в копиях. Оригиналы, как мы уже говорили ранее, были увезены шведами в 1648 году и по сей день находятся в Стокгольме. А вот на сводах великолепной лоджии, поднятых на 30-метровую высоту, изображены герои Троянской войны и олимпийские боги. Появление мотивов Троянской войны, конечно, не случайно, ведь Альберт Вальштейн был успешнейшим полководцем и приказал оформить свой дворец в стиле античной войны. А в целом Вальштейн – это одна из интереснейших личностей своей эпохи. Его называют как гениальным полководцем, так и алчным негодяем. Представитель старинного, но небогатого черского дворянского рода рано осиротел. Он из протестантов перешел в католики, считая, что Прага тоже стоит месы, и сам принялся строить свою судьбу, без сеснения добывая славу и богатство. Закончилась жизнь Вальштейна трагически, но это уже другая история. А еще здесь есть одно очень интересное место – это стена, построенная итальянцами была в виде грота. Но она с загадкой. На этой стене спрятаны всякие животные, которых нужно найти. Надеюсь, шведы их не нашли раньше. Идемте поищем. Так, шведы мы нашли. А вот змея рядом с ней. Видите? Вот еще одна змея, посмотрите. Вот она. Змейка. Вот здесь мы прям видим лица. Вот посмотрите. Ну это мы так видим, да. Ну не факт, что они здесь есть. Хотя, давайте я расскажу, что это лица. Потому что я вижу лица. Вот еще одну змею я увидела. Ну и к общению, что змеи здесь больше всего. Где сова? А, да, здесь живут совы в этом. Там такие огромные совы. Я не знаю, если их видно. А, их не видно. Они сливаются с... Вот он коричневый сидит. Я ее вижу вот так вот. Да. Но они сливаются с этим всем нагромождением. Знаете, на что это похоже? Вот когда на море что-то строишь из песка. Вот мокрым песком вот так вот. Выпускаешь песок из рук. Он вот такие формы принимает обычно. Я думаю, так и строили. А потом присобачили змеи и лягушек. И вот змеи мы нашли. Одну лягушку нашли. И все. Да, видите лицо? Или я одна его вижу? Вот мы льва нашли. И вот, кажется, какое-то лицо. И непонятно, что. Хочется лицо. Ну, это точно лев. Вот мы льв. Вот мы льв. Субтитры сделал DimaTorzok 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 и вот нет я понимаю что я понимаю что я ничего не понимаю в современном искусстве ну просто для меня искусство на то что я не сумею сделать а я у меня обе руки левы вот честно ну вот такой даже я своими левыми руками если мне скажут как это делать я сделаю а уж абсентерия ну кстати не знаю насколько на абсентере потому что как правило настоящий абсент найти в праге очень сложно так знаете где мы только что были мы были на дневной вечеринке очень круто и это находится находится прям на старомевской ну не на старомевской но совсем рядом со старомевской площади вот так вот в праге можно днем развлечься на дневной вечеринке ну на рейх называет рейх это называется на старомевскую площадь мы не пойдем на старомевской на старомевскую мы не пойдем прошу прощения в миллиард людей действительно прага прага переполнена туристами нас сейчас ждет поездка в париж боюсь представить что будет там потому что мы едем в олимпийские дни в общем сейчас мы репетируем репетируем свое пребывание в париже посмотрите как перерыли в астовскую площадь трамваи сейчас здесь не ходят они заканчиваются вот здесь и поворачивает обратно да а мы сейчас вам тут кое-что покажем так перейдем при перейдем к мы только что бомжа одного встретили вот знаменитый бомж шутки шутками а в праге есть одна наркоманка в прошлый раз вам рассказывали о гиде наркомании бомжи сейчас мы вам расскажем об одной знаменитой наркоманке в праге есть она наркоманка и бомжиха ее зовут катка катя по нашему так вот однажды с этой каткой сняли фильм она была кстати она очень симпатичная девушка была на самом деле вот и с ним они начали снимать фильм документально кому-то пришло в голову снять фильм о жизни бомжихи и наркоманки с ней везде ходили с момента с того момента когда она еще была более-менее такая при памяти как говорится да да лет десять снимали этот фильм все эти десять лет с ней ходили просто как она живет так так с ней ходили по каким-то притоном она ходила какой-то парень у нее там было на своей истории рассказали да и вот и вот в этот пойдем до сюда и вот в этот фильм смотрите и видите как человек деградирует в течение десяти лет как она вообще когда конечно начинали снимать как они как они не боялись что она попросту коня двинет это катка все-таки 10 лет для наркомана для многих более она же там не какими-то там дорогими наркотиками баловалась такой в общем течение 10 лет они ее наблюдали и в течение 10 лет она просто мы-то посмотрели за полтора часа до фильм где-то они был полтора часа ну вот эти полтора часа ты видишь как в течение 10 лет скатывается в пропасть закончилась тем этот фильм что она забеременела какой-то с ней был этот ухажер у него был такой же но у него был такой же кавалер да она родила родила девочку и девочку она эту она девочку девочку забрала ее мать девочку забрала мать слава богу ну а это катка тогда всем своим зрителям помещала что она изменится перестанет наркоманить и будет посчитывать ребенка не заберет ребенка себе прошли годы отгремел фильм о катке девочки уже 18 лет кажется да девочки уже 18 лет слава богу девочка не наркоманка девочку воспитала бабушка а катка все та же она все еще жива она еще бродит по праге да 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 ее часто можно встретить на улице это знаменитость девочка очень стыдно за ним помощь на рассказывала девочке что где-то там она шла и увидела фамилию бабушки да 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 мама ее увидела в общем девочки стыдно за маму свою естественно ну наркоманка не поменялась но жива жива уже девочки лет 18 то есть она сама катка лет около 30 лет нет указки до катки больше ну она всю свою сознательную жизнь наркоманит живет как бомж там пускается по ночной праге под этим бомжатникам но жива жива она и все все в том же состоянии ну конечно она сейчас выглядит тогда когда вы смотрели этот фильм есть катка называется если кому-то может интересно мне кажется даже есть перевод на ну как титры на русском языке есть ты поселка от кого-то ней можно посмотреть бродачева да фамилию бродачева вот вот такими героями еще полна прага ну а мы пришли а вот это еще след 50 этой кадре вам видно как бы есть видеоконтакт вот она вот ну а то еще нам это уже дохова и дизельно уносит да 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 вообще как бы изначально она была красивая вот такую историю прошлый раз мы рассказали о бомже который будет экскурсия в этот раз кинозвезда катка ну слава богу девчонка у нее нормально так идем сюда перед нами знаменитая скульптура дэвида черниго которого мы сегодня вспоминали в связи с бабочками патков на перевернутом коне а знаете чем еще эта скульптура знаменита если вы посмотрите на язык этой лошади язык отличается по цвету от самого коня почему ну что язык часто воруют и не получается его заменить таким же поэтому язык здесь синий потому что он не оригинальный а еще здесь есть одно место мы сейчас вам покажем кто может не все знают о нем но она довольно интересная находится она здесь же в этом пассаже галерея луцерна называют за это место и здесь есть один очень уникальный лифт который обожают туристы здесь у меня раньше сидел переводчик с которым я работала судебный вот я к нему все время ходила и когда я шла к нему со мной пытались просто проскользить вот это мне когда они тоже хотели смотреть со мной себя пытались проскочить туристы чтобы их прокатиться на лифте все лифт закрыт но нет на ремонте да во первых во первых здесь вот эти уникальные лифты которые ездят без остановки не останавливаются туда должны успеть заскочить в этот лифт наверху они как-то там нельзя доезжать до самого верхнего этажа на верхнем этаже все вернее на верхнем это же сюда нужно обязательно выйти потому что потом что пастом не сложила сверху вот если подняться на этом лифте наверх то там будет там было кафе очень красивая с видом на баковскую площадь тайное место такое ну и сейчас все тут на ремонте ну а мы идем дальше сказали прокатку а тут смотрите что написано так пьют женщины и записки алкогольчики в кинотеатрах от 11 июля так что кто хочет посмотреть еще и на алкогольчик пожалуйста смотрите как человек живет местный чех а живет на такой улице красивой которая это все одна квартира сейчас эта улица в реконструкции по ночам это люди используют как по ночам это сейчас используются как лавочки вот васовская площадь пересекает это улица водичка видите там же с трамвай доедет и остановится так ну а мы идем куда мы идем благотворить показу в очень но очень и нам надо прийти а да наш уже берите мы идем в один ресторан тоже интересны интересны он тем что вы там сами себе можете приготовить сейчас мы наготовим и так ведь только открыто но по 1 новая новая открыта новая китайская кухня и здесь можно самому себе приготовить блюдо китайская что возьмем ну давай креветки всякие а вот это вкусная было как бы надо аккуратно брать чтобы тоже она не стоила а не хочешь взяли креветочка так лучше выбирать и конечно которые без льда потому что не отсюда что-то весит вот и грибы я очень любишь и так вот 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 эти мне очень нравится грибочек мороженое вот это вкусненькая штучка рецепт я «лёна» но оно всё мороженое ну нет ну это как бы хорошо что он он хоть не портится не всё это как бы остальное шуму их вообще так я не знаю я себя вообще понабирала всё разное микс микс вот эти вкусненькие грибы да 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 вот эти грибы не легенькие Это вкусненько. Мистика. Не, вообще можем миксить из всего просто. А здесь вот это шоколад. Утки кровь. Не, я просто показываю. Смотрите, утки кровь, как шоколадка выглядит. Давай, Азовка. Возьмем, берегу. Курень брать, лотос. Курень лотоса. Не отравимся? Возьмем один. Ну и макароны какие берем? Макароны? Здесь можно сделать свои. Представляете себе, можно самому макароны сделать. Да, нажимаешь, они вылезут оттуда и набираешь. Но. Но. Я думаю, они так все равно просто тяжелее, чем они. Да, не будем, не будем. Потому что эти еще не сухие. Если мы сделаем макароны, это будет кошмар. Да, но потом намного тяжелее. Ну вот эти, они же сухие, отведенцы. Вот, потом надо самому выбрать себе, какой бульон мы хотим к этому. Сейчас определимся. Сейчас определимся. Посыпь сюда сделать и соус. Здесь только соус. Хотя соус. Ну и вот, что у нас получилось. Такой суп с креветками, с макаронами. Ну все, что мы туда положили. И обошлось нам это в 300 крон. Ну, 300 крон это чуть больше, чем 10 евро. Это где-то. Да, 12 евро. 12 евро. Это мы находимся в самом центре Браги. На улице Водичково, которая пересекает Вацлавскую площадь. Да, такая красивая. Все. Ушли мы из этого ресторана. Очень понравилось, очень вкусно. Главное, мы взяли одну порцию. Ну, как одну порцию? Сколько она, Влада, весила? Ну, если 100 грамм стоит 60 крон. Ну, полкилограмма мы взяли. Да, полкилограмма еды мы взяли. В общем, платите за... Ну, за граммы. Да, за граммы. 100 грамм стоит больше 2 евро. Да, 100 грамм стоит 2 с лишним евро. 60 крон. 100 грамм стоит от этой еды. И нам вот наши полкилограмма еды обошлись в 300 крон. В ресторане сидят в основном азиаты. И русский язык мы еще услышали. Сзади нас сидели, какие-то по-русски говорили. А так 90% были азиаты. Ну, они по-русски говорили. Ты что не слышишь? А ты глупо что-то расскажу. Так что вот еще одну точку с азиатской едой мы вам показали. Очень вкусно. Очень все понравилось. Очень вкусно. Ну, мы еще знаем. Так что вы нас не теряете. Мы такие места. Нам есть что вам рассказать. Так. Да, не все сразу. Видите. Так. Мы идем на трамвай. Да, но мы переходим к самой интересной части нашей экскурсии. Мы зашли в метро. На Вастовской площади, да. Ну, мы зашли сюда, потому что нужен супермаркет. А здесь он прячется. И называется он Альберт. Вот. И сейчас там. Мы купим продукты и поедем домой. Вот так. Надеюсь, Альберт не закрыли в связи с реконструкцией. А нет, вот он открыт. Да, вы по себе оттуда? Да. Знаю только сторожилы Праги о нем. Только что случилась странная история. Мы зашли в супермаркет. На входе оставили... У нас была недопитая бутылка воды. Полуторалитровая. Там полбутылки воды оставалось. Мы оставили, просто поставили на входе. Потому что в магазине такая же есть. И выходим мы из магазина. И прямо на наших глазах подходит женщина. Причем она не как бомжиха выглядит. Подходит женщина, берет нашу воду. Она перед нами. Прямо перед нами, да. 2 метра от нее. Идем за ней. Она берет нашу воду, берет еще какую-то воду. Там тоже кто-то не дадил. И ушла. И причем открыла одну... Не нашу, другую. Нашу на сумку положила. На фото. Да потом. Открыла другую бутылку и начала пить. Хорошо. Молодец. В общем, вот так в Праге вас могут украсть бутылку воды. Будьте осторожны. Не оставляйте свою воду без присмотра. Как сделали мы. Ну все. Всем спасибо. Не, мы даже смотрели как нас в воду. Всем спасибо. В следующий раз мы увидимся с вами. Наверное, в Праге. Может быть, даже мы сходим туда. Куда? В общем, найдем куда сходить. А потом... А потом... А потом мы будем... Опять. Опять. Потом мы вам покажем Олимпиаду. Ну не Олимпиаду, а город, в котором она проходит. Все. Всем спасибо. Пока. 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 А вот, ты такой не видишь. А вот, тринадцать. Вишь, Чехова на месте. Так, я тогда... Поехали.